Дорогие друзья, здравствуйте! Я прежде всего хочу всех поздравить с прошедшим праздником, семидесятилетием нашей победы, поскольку эта победа вообще центральный пункт всей русской истории, не только советской, русской истории всей. Дело в том, что с 1941 по 1945 год мы столкнулись с врагом, который ставил задачу физического уничтожения 30 миллионов русских и уничтожения метафизического, то есть стирания из истории всех остальных. То есть русских не должно было существовать в соответствии с планом ОСТ. Такой задачи не ставил ни Наполеон в 1812 году, ни Вильгельм II в 1914 году. Там речь шла об обычной войне, в которой могли быть победители, проигравшие, но проигравших никто не собирался физически уничтожать и стирать из истории. А вот с 1941 по 1945 год Третий Рейх, гитлеровский режим собирался сделать именно это. И в этом плане победа 1945 года, наша победа 9 мая, не идет ни в какое сравнение с нашими победами в 1812 году, с Первой мировой войной, в которой Россия потерпела поражение. И не идет не только потому, что мы выиграли эту войну, а потому что мы выиграли право остаться в истории. Казалось бы, в 1991 году, после того, как прекратил свое существование коммунистический строй, и с которым формально вроде бы и боролся Запад, казалось бы, противостояние на уровне в информационной сфере, на уровне идей должно уйти. Но вышло все совершенно по-другому. Собственно, после 1991 года идеологи Запада, они перестали скрывать, собственно, с кем они боролись. Бжезинский в конце 90-х годов, отвечая на вопросы журнала «Новель Абзерватор», сказал, не надо морочить себе голову, мы боролись не с коммунизмом, мы боролись с Россией, как бы она ни называлась. И вот то обострение отношений России и Запада, которое началось с сирийского кризиса и продолжается украинским кризисом, это обострение кто-то называет «новой холодной войной». Этот термин не совсем точен, потому что «холодная война» в строгом смысле этого слова – это противостояние двух различных социально-экономических систем, капитализма и антикапитализма, двух идеологических систем. То, что мы имеем сейчас, это нечто другое, но тем не менее развивается война в сфере идей. Иногда это называют информационной войной. Это верно. Информационная война – это один из аспектов войны, которую правильно называть психоисторической. Этот термин в свое время придумал Айзек Азимов. Он его придумал в романе «Фаундейшн», который он писал с 1951 по 1975 год. У нас этот роман переведен на название, как «Академия». С 1954 года изучение романа «Академия» является обязательным в военной академии США «Вестпойнт». Почему? Дело в том, что центральная линия противостояния главных героев, а там речь идет о тысячелетнем периоде, это психоисторическая или психоментальная война. Вот информационный аспект – это самый простой аспект психоисторической войны. Это воздействие на уровни фактов, когда искажаются факты. Следующий уровень психоисторической войны – концептуальный, когда эти факты, когда эта информация пакетируется, потому что в мире, в котором много информации, сама по себе информация ценностью не является. Ценностью является способ ее организации. И, наконец, последний уровень, самый сложный, метафизический, как сказали бы философы, мы скажем проще, смысловой, когда вам навязывают некие смыслы, когда говорят, что за ерунда, положим жизнь за други своя. Главное – это индивидуальный успех. Вот это и есть навязывание чужих смыслов, что является главным объектом в психоисторической войне наших противников или, как их сейчас называют иногда, партнерами, которые ведется против России. Вообще, когда говорят слово «партнеры» применительно к тем, кто ведет психоисторическую войну против России, я вспоминаю один из любимых фильмов моего «Детство – тайна двух океанов». Там сотрудник КГБ приехал в Ригу и разыскивает японского шпиона Маэду, который легендировал как музыкант Ивашов. И вот наш сотрудник подходит к администратору и говорит, а не здесь ли проживает мой друг музыкант Ивашов? А друг музыканта Ивашов идет сзади с ножом на него. Вот когда говорят «партнеры», я всегда вспоминаю вот этого Маэду Ивашова. Главный объект психоисторической войны Запада на сегодняшний день – это Великая Отечественная война. Почему? Здесь два аспекта – внутренний аспект и внешний. Внутренний аспект связан вот с чем. Победа в Великой Отечественной войне – это, пожалуй, то главное, а возможно даже единственное, что объединяет людей на всем пространстве СНГ. Это наша победа, в которой не только русский народ отстоял свое право на существование, но и другие коренные народы России. И потери страшные совершенно понесли и белорусы, и украинцы, и другие народы. То есть удар по Великой Отечественной войне, подрыв ее значения информационный, психологический – это удар по внутренней сцепке. Но еще более серьезная проблема – это внешний аспект информационно-психологических атак на Великую Отечественную войну. Здесь дело обстоит совсем просто. Дело в том, что статус Великой Державы Советский Союз обрел в результате того, что он был главным победителем во Второй мировой войне, поскольку он вынес главный удар, пришелся на Советский Союз, и Советский Союз вытащил на себе эту войну. Так вот, статус Великой Державы и право вета в Совете Безопасности ООН принадлежит России как правоприемнице Советского Союза, потому что мы победители. И если попытаться доказать, как это делают некие люди, некие силы на Западе, что Советский Союз вовсе не был победителем, то выходит и Россия не великая держава. Каким образом идет этот процесс якобы доказать, что Советский Союз не победитель? Во-первых, первый ход такой. СССР несет такую же ответственность за развязывание войны, как и Третий Рейх, потому что это Сталин подписал, то есть это Советский Союз подписал договор с Третьим Рейхом, пакт Риббентропа-Молотова, кстати, правильно говорит советско-германский договор, а не пакт Риббентропа-Молотова, и этот договор открыл путь к войне. Это одна линия. Вторая линия. СССР и Третий Рейх – это две тоталитарные страны, это два тоталитарных государства. Разницы между ними никакой нет, и поэтому вина на них, вот на обоих, чума на оба ваши дома. Третья линия. Запад внес решающий вклад в победу над Третьим Рейхом, а без западной помощи Советский Союз никогда бы не смог одержать победу. Имеется в виду ленд-лиз и вот эта вот помощь, которая действительно была значительной, но при этом нужно помнить, что основная часть помощи пришла уже в 43-м году, когда военный перелом произошел. Вот это нужно помнить. Ну, я уже не говорю о том, что войны выигрывают все-таки не тушенки, не машины, а войны выигрывают те, кто умеет убивать и умирать за свою родину. Войны – это такая штука. И еще одна линия практическая, она напрямую не связана с подрывом нашей победы, но она идет таким фоном, рефреном. Это попустительство нацистским движениям в современной Европе. Обратите внимание, нацисты спокойно маршируют в Таллине, они спокойно маршируют бывшие эсэсовцы в Риге. Ну, в Киеве вообще произошел бандеровский нацистский переворот. Создается впечатление, что если нацисты действуют против России, то Запад готов закрывать на это глаза. Ну, а если, так сказать, по-другому, то это плохие нацисты. Вот это нужно помнить. Нужно помнить вот эти двойные стандарты отношения Запада к нацистам на территории бывшего Советского Союза. Есть несколько классических таких приемов в постановке вопроса, которые наши партнеры, в кавычках, очень любят. Как правило, в последние годы, когда речь заходит о Второй мировой войне, не ставится вопрос о ее причинах и о предыстории. Главный вопрос в любом социальном процессе – это, как говорили древние римляне, Кибона, кому выгодно, то есть важно вскрыть главный интерес. Когда-то Гюстав Лебон, автор книг о массовой психологии, Ленин очень любил читать эти его книги. Так вот, Лебон сказал, да, конечно, именно когда он говорил о Первой мировой войне, это Вильгельм Второй капнул последнюю каплю в ту чашу, которая переполнилась, и началась война. Но для историка важно понять, кто же наполнит чашу до краев, чтобы хватило последней капли, и это пролилось. То есть вот этот момент о причинах войны в последних дискуссиях не ставится. Потому что если его поставить, то выяснится, что Гитлер вели к власти англичане и американцы. Есть замечательная книга Гвидопрепарата, которая переведена на русский язык, которая называется «Гитлер инкорпорейтед», как США и Великобритания создали Третий рейх. Я ее рекомендую всем посмотреть, это очень серьезное исследование. Значит, иными словами, первый заход – это не ставится вопрос о причинах войны и об интересах, которые были у поджигателей и заговорщиков. Вторая вещь – массовый исторический процесс разбивается на мелкие индивидуальные проблемы. То есть вам говорят, важно индивидуальное переживание войны каждым человеком. Ну, конечно, важно, кто же будет спорить. Важно, как люди воспринимают, что они помнят о войне. Таким образом, целостный процесс разбивается на микромолекулы и исчезает важное, исчезает противостояние, исчезают сражения, исчезают победители и побежденные. Все оказываются вроде бы побежденные. Таким образом, у нас крадут победу. Еще одна вещь – происходит подмена главного, то, что было главным в войне, второстепенным. Ясно совершенно, что в любой войне нарушаются права человека. Но войны ведутся не для того, чтобы нарушить права человека. Войны ведутся для того, чтобы одна группа установила свою гегемонию и контроль над ресурсами и отняла эти ресурсы у другой группы. Нарушение прав человека – это, так сказать, вторичный процесс вот в этой борьбе. Нам же часто очень говорят, главное в войне посмотреть, как нарушались права человека, чьи права нарушались. И опять же, это делается для того, чтобы скрыть реального агрессора, увести от реального анализа событий. Еще одна вещь – вот это вот смешение агрессора и жертвы. Часто очень говорят, ну вот, сказать, Сталин так же виноват, как Гитлер. Но ведь это не Сталин напал на Гитлера, а Гитлер напал на Сталина. Это Третий Рейх напал на Советский Союз. И любая постановка вопроса о том, что Советский Союз так же виноват в войне, как и Третий Рейх, она уравнивает агрессора и объект агрессии, и таким образом частично снимает вину с нацизма и с Гитлера. Ну и, наконец, последняя по счету, не по значению вещь. Русский фактор практически не упоминается во всех нынешних разговорах о Второй мировой войне. Не упоминается ни русский героизм, о котором писали много и Черчилль, и Эйзенхауэр в свое время. Этот вопрос не ставился вообще, вопрос о роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне до 1991 года не ставился практически. Только когда Советский Союз рухнул, можно было начать пинать мертвого льва. И, кроме того, русский фактор не анализируется и не ставится под вопрос по линии жертв. А ведь Советский Союз потерял 27 миллионов людей. Из них 14 миллионов, более 14 миллионов, это люди, которые были уничтожены немцами совершенно сознательно. Были также военные потери и были те, кто погиб в плену и погиб в Германии, кто был угнан в Германию и погиб там. Это самый настоящий геноцид. И нужно это помнить. И когда в жертвы Второй мировой войны попадают цыгане, гомосексуалисты, евреи, но при этом не говорится ничего о русских, которых погибло больше, чем вместе взятых других людей, я считаю, что это такое пренебрежительное отношение к русским. Это проявление русофобии. И это должно пресекаться очень жестко. Но самое главное, для того, чтобы спорить с партнерами, нужно хорошо знать историю. Нужно просто очень хорошо себе представлять исторический механизм, когда людям объясняешь, что происходило. Несколько лет назад я столкнулся с одним нашим таким либерастическим, ну он не историк, конечно, но публицистом. Мы спорили о, точнее мы разговариваем, потому что спорить с этим человеком было трудно, поскольку у него, ему было все ясно. Мы разговаривали о потерях. И он сказал, что потери, военные потери СССР и Германии соотносятся как 10 к 1. На что я спросил его, я ему задал вопрос, а каковы были военные потери Германии вообще и на Восточном фронте в частности? Кстати, из вас кто-то знает? Военные потери, военные потери, не вообще, а военные потери Германии. Как вы думаете, примерно сколько это? 6. Значит, всего 8, на Восточном фронте 6,2. Теперь давайте 6,2 помножим на 10, сказал я ему. Это значит, мы потеряли 60 миллионов человек? А сколько у нас населения было в 1939 году? 290. Нет, 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 190. Значит, это невозможно. Второй вопрос, который я ему задал. Сколько всего мужиков было призвано в армию за все годы войны? 32 миллиона. Он не знал, он все говорит, я не знаю. Значит, он не знает и вот, так сказать, говорить там про соотношение к 10, это примерно так же, как у Солженица на десятки миллионов погибших в ГУЛАГе. Так вот, 32 миллиона было призвано примерно, так сказать, в армию. Из них на момент в 1945 году оставалось 11 миллионов человек. Здесь он радостно сказал, вот, значит, 21 миллион и погиб. На что я его спросил, а как соотносятся обычно соотносятся раненые и убитые? Он тоже не знал. Раненые и убитые соотносятся как 3 к 1. То есть, реальное соотношение потери наших с немцами, оно не в нашу пользу. Оно примерно 1,2-1,3 единицы. Никакие ни 5, ни 10, ну и так далее. Так вот, для того, чтобы... Я для чего привел этот пример? Надо хорошо знать историю и представлять себе, как вообще шел исторический процесс, и поэтому несколько слов, ну, насколько это можно за, скажем, полчаса, я изложу свое видение этого, так сказать, процесса. Оно опирается на документы, на целый ряд... Я очень люблю пользоваться западными же исследованиями. То есть, вот, когда ты споришь с западными учеными, им нужно вот так вот... Вот что пишут ваши же люди. То есть, по Гамлету в переводе Пастернака, ступай, отравленная сталь по назначению. Значит, механизм возникновения войны. Самое главное. Вообще, нужно сказать, что с конца 19 века одна из главных задач верхушки мирового капиталистического класса это установление контроля над русскими ресурсами. Впервые эта задача была со стеклянной ясностью, как сказал бы Набоков, была поставлена в 1884 году на Берлинской конференции. Там было принято такое решение, что те страны, которые не могут освоить свои ресурсы природные, должны открыться миру, то есть, открыться буржуинам. А если они открываются, их нужно было открыть силой. Сказано было, что это решение принимается по поводу Африки. Но дело в том, что Африка была в таком состоянии в конце 19 века, что никто бы даже вообще никакого решения не стал принимать. Это была черная метка Александру Третьему, который был молодым царем, и полагали, что у него нервы не выдержат. Но Александр Третьим был человек с крепкими нервами, в отличие от своего сына. И он на это не отреагировал. И Россию стали втягивать в мировой рынок по-другому. Через золотую рубль и так далее. Подготовка к новой мировой войне началась в 80-е годы 19 века. Вообще, нужно сказать вот какую вещь. Есть две точки зрения на мировые войны 20 века. Есть точка зрения, согласно которой, было две мировых войны 1914-18 и 1939-1945. Есть точка зрения, что в мировых войне была одна 30-летняя война с 1914 по 1945 год. Война за гегемонию. Вообще, нужно сказать, что мы просто люди 20-го, начала 21-го века, мы несколько высокомерные. Мы считаем, что мировых войн было две. На самом деле, мировых войн было больше, потому что вся история капитализма это борьба за мировую гегемонию. По сути дела, первой мировой войной была 30-летняя, 1618-1648 год, где столкнулись морская держава Голландия и ее союзники, и континентальная держава Габсбурге. Вообще, нужно сказать, что в мировых войнах сталкиваются, как правило, морские и континентальные державы. Затем наступила эпоха противостояния Великобритании и Франции, которые выяснили свои отношения в два раунда. Это Семилетняя война 1756-1763, а затем Наполеоновские войны. Скажем, Семилетняя война велась вообще на трех континентах. Это Азия, Европа и Америка. Те из вас, кто читал последний из Магикан, наверное, помнят, что там бились французы и англичане в Северной Америке. И это был один из театров этой войны. И, наконец, борьба между Германией с одной стороны и англосаксами. Это война 20 века. А внутри этой войны борьба между Соединенным Штатами и Великобританией, которая, как я скажу чуть позже, и была главной причиной. Вот эти британско-американские противоречия были главной причиной Второй мировой войны. Гитлер и Сталин – это второй ряд. Значит, Вторая мировая война, если вот пользоваться этим термином, была безусловным продолжением Первой мировой войны, потому что Первая мировая война не решила для англо-американского истеблишмента те задачи, которые были поставлены. А задачи были поставлены очень простые. Уничтожение четырех империй – германской, австро-венгерской, российской и османской. Ничего личного. Там не было ни германофобии, ни русофобии. Просто глобалистский принцип, который лежал в основе англо-саксонского капитализма, он противоречил имперскому принципу. Вообще имперский принцип и глобалистский несовместимы. То есть для того, чтобы реализовывать товарные цепи в капиталистической системе, империи не должно быть национальное государство, должна быть вот такая единая зона, контролируемая верхушкой мирового капиталистического класса. Очень показательно, что Ялмар Шахт, финансист немецкий, в 1930 году, когда он уговаривал банкиров европейских поддержать Гитлера, он говорил следующее. Гитлер уничтожит национальные государства в Европе, и мы получим Европу, Венецию размером с Европу. Так вот, Первая мировая война решила только часть проблем. Была уничтожена Германская империя, была разрушена Австро-Венгерская империя, на месте Османской империи появилась Турция. А в России произошла революция. И казалось бы, что все в России происходит по плану. Ну вот, Россия сыпется. Кроме того, русские революционеры были у власти сначала, это были интернационал-социалисты, которые хотели мировой революции. И вот здесь очень важная вещь. На первый взгляд кажется, что мировая революция – это то, что противостоит капитализму. С одной стороны, да. Но, с другой стороны, мировая революция должна была разрушить существующий мировой порядок. И здесь получилась очень интересная схема. Верхушка мирового капиталистического класса использует революционеров для того, чтобы сломать одну структуру капитализма и заменить ее другой. А революционеры используют капиталистическую верхушку для того, чтобы не просто структуру поменять, а систему поменять. Вспомните фильм «Матрица-2». Там это очень хорошо показано, как разные группы используют тех, кто противостоит системе, в своих целях. Но в середине 20-х годов в России процесс пошел не так, как задумывалось. Команда Сталина, которая выражала интересы большой системы России, прекратила процесс, свернула процесс мировой революции и начала строить социализм в одной отдельно взятой стране. Произошло это после того, как провалилась революция в Германии в 1923 году, и наш герб получил другое совсем звучание. Кто знает, что первоначально означал герб «Серпо-молот»? Что он символизировал? Немецкий пролетариат и русское крестьянство. Потому что предполагалось, что победит революция в Европе, и это будет такой союз крестьянской страны России и немецкого пролетариата. Но из этого ничего не получилось, и этот герб стал символизировать русский пролетариат и русское же крестьянство. Русский пролетариат, который был очень немногочислен тогда. Моментом истины стал 1929 год. Это, пожалуй, один из двух самых главных годов, или из трех, 20-го века, 1929-й. Важные годы 68-й и 91-й. Что произошло в 1929 году? В 1929 году из России, из Советской России, высылают Троцкого. То есть это символический акт такой. Не будет никакой мировой революции. В 1929 году Сталин сворачивает НЭП. Казалось бы, Троцкий и Бухарин – это антиподы. Троцкий – это так называемый левый уклон, Бухарин – правый уклон. Но между ними было одно очень важное сходство. По мнению и того, и другого, Россия должна была быть сырьевым придатком. У Бухарина – Россия сырьевой придаток капиталистической системы, у Троцкого – Россия сырьевой придаток мировой социалистической земшарной республики. В этом отношении разницы между ними не было. Так вот, то, что в 1929 году был свернут НЭП и одновременно Троцкого высылают из страны – это не случайность. Но еще более важная вещь произошла на Западе. В 1929 году Монтегю Норман, наверное, это имя довольно мало кому известно, но этот человек на весах истории весят столько же, сколько Гитлер, Черчилль, Рузвельт и Муссолини вместе взятые. Это был директор Центрального банка Англии. И в 1929 году этот человек с 1929 по 1931 год закрыл Британскую империю от внешних сил. Британская империя – это 25% мирового рынка. Он закрыл Британскую империю, то есть империю, в которой главную роль играли Ротшильды. Он закрыл прежде всего от Соединенных Штатов, от Рокфеллеров. Кстати, сразу оговорюсь, когда мы говорим Ротшильды и Рокфеллеры, это не имеется в виду, что это только две семьи. Ротшильды – это топ-менеджеры целого кластера семей. Примерно 12-15 семей. Там Сэмуэль, Рэддинги есть. И Рокфеллер – это тоже топ-менеджер целого кластера семей. Так вот, Монтеги-Норман закрыл Британскую империю от Соединенных Штатов. То есть, это должно было задушить Соединенные Штаты. Соединенные Штаты с этого момента решают две задачи. Первая – уничтожение Британской империи. Кстати, Аллен Далес, будущий шеф ЦРУ, во время войны откровенно говорил, что главная задача Второй мировой войны для США, уничтожение Британской империи. И вторая задача – куда-то вкладывать средства. Средства Соединенные Штаты стали вкладывать в Советский Союз, они финансировали наши пятилетки, и в Германию. Естественно, никто не писал планы, как должен развиваться мир и как военным путем должны решаться проблемы. Но совершенно понятно, какие планы были у Соединенных Штатов. Дело в том, что вы, наверное, слышали про такую вещь. Новый курс Рузвельта, который, как говорят некоторые историки, спас США. Это неправда. Новый курс не спас Соединенные Штаты. Он породил много проблем. То есть он решал одни проблемы, породил другие. И у Рузвельта к середине 30-х годов появился очень мощный соперник. Это губернатор Луизианы Хьюи Лонг, который создал пост по Америке «Общество перераспределения собственности», куда записалось 8 миллионов человек. В 1935 году Хьюи Лонг был убит, естественно, одиночкой. Кто же в Америке иначе еще убивает? И те из вас, кто читал роман Роберта Пэна Уоррена или смотрел одну из экранизаций, роман называется «All the Kingsmen» – «Вся королевская рать», так вот, Вилли Старк, губернатор, это его прототипом и является Хьюи Лонг. Тем, кто не читал всю королевскую рать, очень рекомендую. Это один из лучших политических романов 20-го века. Даже есть советская экранизация, Вилли Старка сыграл актер Жжонов, должен был играть Луспекаев, который исполнил одну из главных ролей в фильме «Белый солнце в пустыне», но Луспекаев умер в первый же день съемок, и Вилли Старк играл Жжонов. Так вот, Соединенные Штаты оказались в 30-е годы в такой ситуации, что им нужно было либо проводить очень серьезные реформы внутренние, не в пользу верхушки капиталистического класса, либо выходить из этой ситуации с помощью войны, которая должна была разрушить Британскую империю. Как вы думаете, вот представьте, мы играем с вами за Рузвельта. Как вы думаете, по мнению Рузвельта, кто был лучшим кандидатом на уничтожение Британской империи? Ну, две страны только могли воевать. Россия могла в тот момент воевать с Британской империей? Далеко не. Да, но это далеко. Значит, естественно, воевать мог Гитлер прежде всего. И судя по тому, что можно реконструировать, повторяю, прямых доказательств нет, но мне хватает косвенных. В этом отношении историк должен действовать как следователь по особо важным историческим делам. Так вот, по-видимому, американский план заключался в том, что Гитлер крушит Британскую империю, а Сталин крушит Гитлера. Но у британцев был свой план, а план британцев был другой. Гитлер крушит Советский Союз, а британцы потом крушат Гитлера. То есть Гитлер оказывался ключевой фигурой в англо-саксонских раскладах, в выяснении отношений между кузенами. Но Гитлер, когда его привели к власти, у него ничего не было. И Пилсудский, Польша Пилсудского могла с Гитлером разговаривать вот так вот через губу и диктовать ему. У Гитлера, повторяю, не было ничего, у него не было валюты. Ему дают Австрию, аншлюз, и он получает валюту. Но у Гитлера не хватает военно-промышленного потенциала. Кто знает, какая страна в Европе была совершенно обалденным военно-промышленным потенциалом? Чехословакия. Совершенно верно. Значит, надо отдать Гитлеру Чехословакию. Но не сразу, а по частям. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту. Когда началась Вторая мировая война? Значит, ну официально она началась 1 сентября 1939 года. Но наши западные партнеры говорят сейчас, что она началась вот с пакта Риббентроп-Молотов. Во-первых, повторяю, не надо употреблять этот термин. Нужно говорить советско-германский договор. Первый момент, который нужно отметить. Советский Союз был последней крупной европейской державой, которая заключила с Гитлером договор о ненападении. До этого заключили уже Франция и Великобритания. То есть их договор о ненападении – это не путь к войне, а Советский Союз – это путь к войне. Но самое главное заключается в другом. Самое главное произошло 28 сентября 1938 года в городе Мюнхен, где западные державы отдали Гитлеру часть Чехословакии. И было совершенно понятно, что после этого Гитлер съест всю Чехословакию в целом. Мюнхен 38, то есть 28 сентября 1938 года, я считаю реальным началом мировой войны. И эту точку зрения подтверждает Черчилль. Я процитирую потом вам одно его письмо, но сначала мы поговорим о другом. В Мюнхене произошла очень интересная вещь. Это Мюнхенский сговор, как его называют. Это три шара в лузу. Даже не два, а три. Что было достигнуто в результате этого сговора? Дело в том, что немецкие генералы не знали, что Гитлеру сдадут Чехословакию, что он получит значительную ее часть. Они не были посвящены в это. И исходя из чисто военных соображений, они понимали, что это катастрофа. Потому что у чехов была армия, у чехословаков 1 миллион человек. Немцам пришлось бы наступать. Они шли бы, так сказать, взбирались на всхолмленную местность, поросшую лесами. Там были доты, дзоты. То есть немцы потерпели военное поражение. Если бы все было не понарошку. И немецкие генералы решили составить заговор и в середине сентября Гитлера арестовать. А если необходимо, то и физически уничтожить. При этом они сделали одну ошибку. Они поставили об этом в известность британцев. И британцы тут же отреагировали. Поскольку британцам Гитлер нужен был для своих целей. Во-первых, они тут же отправили Гитлеру Чемберлена в Берхтесгаден. Дело в том, что Гитлер из Берхтесгадена должен был прилететь в Берлин. Берхтесгаден – это его любимый дом, замок в Альпах. Он должен был прилететь в Берлин. Чтобы он не прилетел в Берлин, не дай бог его там не арестовали. Чемберлен полетел в Берхтесгаден. Вторая вещь. Черчилль написал очень интересное письмо фон Клейсту, начальнику штаба немецкой армии. И написал ему буквально следующее. Я даже это письмо разместил у себя в ВКонтакте по-английски, чтобы все читали. Черчилль написал следующее. Начав действия против Чехословакии, Гитлер, безусловно, вернет мир к мировой войне, которая окончилась много лет назад. То есть Черчилль понимал, что это продолжение мировой войны. Но останавливать его ни в коем случае нельзя. Даже об этом нельзя думать в первые 3-4 месяца. Нужно дать ему двинуться вперед. Двинуться вперед можно было бы против Советского Союза. А вот спустя 3-4 года, пишет Черчилль, демократические державы нанесут удар Гитлеру. То есть смотрите, что пишет Черчилль. Черчилль говорит, что Гитлер начнет фактически мировую войну Мюнхеном. Что мешать ему ни в коем случае не надо. Пусть он повоюет 3-4 года. С кем? С Советским Союзом. Ну а после этого держава врежут и уничтожат. То есть Черчилль здесь проговаривается. Ну, немецкие генералы умылись. Они ничего не стали делать. Поскольку старшие товарищи сказали нет. Но Мюнхен, 38, это еще одна вещь. В Мюнхене был, по сути дела, создан антисоветский блок. Это протоната. Впервые вот это вот очертание. Так же, как Евросоюз. Евросоюзу сейчас ни за что это не признают. Но, тем не менее, первым создателем Евросоюза был Гитлер. И Третий Рейх – это был Евросоюз. Сейчас недавно вышла книжка как раз на эту тему. И когда сейчас французы, бельгийцы, голландцы говорят, как им было плохо, они лукавят. Нужно помнить, что в гитлеровской армии французов было больше, чем в сопротивлении. Когда наши штурмовали Берлин, в Берлине было два эсэсовских батальона. Латышский и французский, помимо немцев. И если вы пойдете когда-нибудь в Париж, в музей армии, неподалеку от Эйферевой башни, в музей французской армии, там очень интересная карта есть на последнем этаже. Значит, вы знаете, что немцы, и был режим Виши на юге, а на севере была оккупированная зона. Вот французы называют это «la zone du sabotage», зона саботажа. Как будто они там саботажем занимались. На самом деле, они существовали совершенно нормально. Есть очень интересное исследование одного француза. Вот такая толстая книжка называется «Les années erotiques», «Эротические годы». К эротике не имеет никакого отношения. Речь идет о другом. О том, как французам, в общем-то, неплохо жилось под немцами, и как французы размягчили немцев своей культурой, вплоть до того, что немецкий губернатор, не губернатор, немецкий комендант Парижа, фон Хольтец, получил приказ взорвать Париж. Он не стал этого делать, потому что он настолько проникся французской культурой. Слава богу, что проникся. Но вот эта книга показывает, как французы обволокли немцев. И, в общем-то, они нормально существовали. Кстати, треть всех танков, которые воевали на Восточном фронте, это сделали чехи на заводах «Шкода». Только эти заводы стали называться «Герман-Геренверки». Нет, они работали совершенно, без всякого саботажа. Эти танки шли на Восточный фронт, убивали советских солдат, офицеров. Но, повторяю, 28 сентября 1938 года Мюнхеном был сорван заговор немецких генералов. Была открыта Гитлеру дорога к мировой войне. И нашим партнерам, когда они говорят про пакт переверил метропа Молотова, нужно в лицо тыкать Мюнхеном 1938 и говорить, ребята, вот, и вот, что ваш Черчилль писал. Ваш Черчилль писал, что это начало мировой войны. И он на это сознательно шел. И, наконец, был создан блок прото-НАТО. Чего не могут простить Сталину на Западе? Советско-германский договор этот блок разорвал. Значит, как дальше развивались события? После того, как Гитлер получил Чехословакию, британцы думали, что вот все, дальше будет война с Советским Союзом. Но дело в том, что Гитлер не был вообще готов к мировой войне. Вот это очень интересная штука. Когда я жил в Америке, мне попались мемуары американского экономиста Галбрейта, который упомянул исследования американских экономистов 50-х годов, которые оценивали готовность различных стран к мировой войне. Я, естественно, тут же достал эту книгу. Она такая рутинная, очень, так сказать, статистическое исследование. И вот американские экономисты в 50-е годы, естественно, это исследование не афишируется, доказали, что Гитлер не был готов к мировой войне. Он был готов к двум локальным войнам. Вот Вильгельм II, Германия II, они были великолепно готовы к мировой войне. Просто потрясающе были готовы. Гитлер не был готов, не хватало у него потенциала. И Гитлер это прекрасно понимал. Он собирался воевать. Гитлер-агрессор, все понятно. Он собирался воевать, но позже. Что он сделал, чтобы не воевать? Когда он взял всю Чехословакию, он разделил ее на две части. На протекторат Богемия и Моравия и на свободное государство независимое Словакия. Независимость которого он гарантировал лично. То есть он не хотел выходить близко к там, где через Польшу уже близко границы с Советским Союзом. И британцы поняли, что Гитлер хочет соскочить с крючка и воевать он с Советским Союзом не хочет. И тогда на него решили натравить Польшу. Поляки потребовали, чтобы Словакию им отдали в качестве протектората. Но Гитлер лично гарантировал независимость. Да, то есть Словакия, там фашистский режим был в Словакии. Словацкие фашисты были у власти, нацисты точнее. Но Гитлер сказал нет и выставил полякам свои претензии по Данцикскому коридору. Но поляки начали бряцать оружием и Гитлер понял, что для того, чтобы успокоить англичан, нужно решить польскую проблему. А для того, чтобы решить польскую проблему, нужно договориться с Советским Союзом. Что и было сделано. Был подписан советско-германский договор, после чего был нанесен удар по Польше. И это считается формальным началом Второй мировой войны. Хотя, повторяю, и с точки зрения информационной войны, и с точки зрения содержательной, я думаю, должна быть железная позиция у нас. Мировая война началась 28 сентября 1938 года в Мюнхене. И главный наш союзник в этом, кто подтверждает нашу точку зрения, Черчилль. Его письмо фон Клейсту, где черным по белому все говорится. Повторяю, ознакомиться с вот этим куском можно у меня в группе ВКонтакте заходить. Оно там висит и в разделе Андрея Фурсов рекомендует, и в базовой части. Что происходит дальше? Начинается странная война. Британцы объявили войну Гитлеру. Объявили они в значительной степени под давлением США. Идет странная война. А затем наступает 1941 год. И вот 1941 год – это страшный интересный период. Май-июнь. Я занимался этим периодом, изучая его буквально по дням. Я вам могу сказать, что это совершенно увлекательная, фантастическая вещь. Естественно, здесь у нас времени нет идти по всем дням. Но какие-то вихи мы с вами проскочим, потому что вы должны знать. Значит, смотрите. 4 мая 1941 года Гитлер выступает в Рейхстаге и ни разу не упоминает Советский Союз. То есть Советского Союза уже нет. 5 мая Сталин выступает перед выпускниками Академии военных с очень жесткой антинемецкой речью. 6 мая Сталин становится председателем Совнаркома. Он был лидер партии. Теперь он становится председателем Совнаркома. То есть председателем Совета Министров. У нас до 1946 года Советом Министров Неба был Совет Народных Комиссариатов. 8 мая происходит перелет Гесса в Великобританию. Гесс – это нация номер 2. Это заместитель Гитлера по партии, который перелетает в Великобританию. И дальше официальная версия такова. Он попал не туда, куда хотел. Самолет приземлился не так. Гесс сломал ногу, был арестован. И все. Гитлер сказал, у нас очень часто говорят, Гитлер сказал, что он сошел с ума. На самом деле немецкая фраза, сказанная Гитлером, звучит по-другому переводится. Он сказал Гессе, он запутался. Гитлер от него открестился. Но произошло то же самое, как, знаете, когда был арестован в Италии Муссолини в первый раз, немцы решили его спасти. И у немцев был такой супербоевик от Скорцени, который с командой, ну, потом Муссолини выкрал. Но когда Гитлер давал ему поручение, он сказал следующее, что если он будет арестован в Скорцени, то Гитлер скажет, что Скорцени действовал сам по себе и что Скорцени просто сошел с ума. Но Скорцени сумел выкрасть Муссолини. Причем он не потерял ни одного человека при этом. Я вам очень рекомендую вообще посмотреть в интернете информацию об этом человеке от Скорцени. Это очень серьезный человек. Не смотря на фамилию, это человек немецкий. Так вот, что было на самом деле? На самом деле, вот все разговоры о том, что Гесс был арестован, это была завеса. На самом деле начались переговоры. Вообще нужно сказать, что британцы уже засекречивали информацию по Гессу несколько раз. Последний раз они ее засекретили до 2050 года. Ясно совершенно, что там они ее еще засекретят дальше, потому что Гесс много чего знал. Кстати, очень интересное обстоятельство его смерти. Он получил пожизненное и сидел в тюрьме Шпандау. В 1987 году Горбачев сказал, что Гесса надо выпустить уже, хватит, он старый, ему почти 90 лет. Когда Гесс об этом узнал, он позвонил сыну и сказал, что теперь англичане меня убьют. Через несколько дней его нашли повешенным. Человек не мог бриться сам, а здесь он встал на лавку, проволоку золотал и повесился. Это как в фильме «Бегись в автомобиле». Пиво только что привезли, а воблу только что поймали. Что такого знал Гесс, что невозможно было его оставить в живых? Шли очень интенсивные переговоры, и что-то в этих переговорах англичане пообещали Гессу. Что пообещали? Дело в том, что Сталин был прекрасно в курсе этих переговоров. Разведка работала хорошо, и в самом начале июня, 8 или 9 июня, Сталин узнал, что к переговорам с Гессом присоединился человек, который в 1935 году дал зеленый свет немцам на занятия Рынской области. После этого Сталин понял, что переговоры идут успешно. И действительно, 12 июня началась переброска. Гитлер начал снимать войска с Западного фронта и перебрасывать на советскую границу. Сталин сделал асимметричный ход. 13 июня было составлено заявление ТАСС, которое было обнародовано 14 июня. Это знаменитое сообщение ТАСС от 14 июня, в котором говорилось, что советское правительство считает, что все разговоры о напряжении в отношении с Германией – это ложь. У нас с Германией прекрасные отношения, Советский Союз выполняет все свои обязательства по отношению к Германии, ну и так далее. Наши рьяные антисталинисты, и на Западе люди смеются над Сталином и говорят, ну надо же, какой глупец, как он выхолуевался перед Гитлером. Гитлер уже через неделю нападет на Советский Союз, а он тут, так сказать, адресатом телеграммы 14 июня был не Гитлер, а Рузвельт. В 1937 году Рузвельт сказал, если Советский Союз нападет на Германию, мы будем помогать Германии, а если Германия нападет на Советский Союз, мы будем помогать Советскому Союзу. А 17 апреля 1941 года Американский Конгресс принял такое заявление, но там была одна очень интересная формулировка по поводу Советского Союза. Если Советский Союз нападет на Германию или позволит себя спровоцировать на нападение, США будут помогать Германии. Для чего американцы это делали? Они не хотели, чтобы Германия и Советский Союз воевали раньше времени, потому что у них были другие планы для Гитлера. Он должен был играть с другими людьми. И Сталин это прекрасно знал. И вот это заявление ТАСС, оно достигло своей цели. Гитлер понял, к кому обращается Сталин. 14 июня переброска войск Гитлером с Западного фронта на Советскую границу закончилась. И начались опять переговоры, по-видимому, потому что 18 июня переброска войск возобновилась. Это означает, что они о чем-то очень важном договорились. Что могли пообещать британцы Гитлеру? Едва ли мы когда это узнаем. Но вычислить можно. Программа максимум – это участие вместе с Гитлером в войне с Советским Союзом. Программа минимум – я думаю, этот вариант более вероятен. Что они обещали 2-3 года не воевать. И действительно, в конце 1942 года Рузвельт объяснил Черчиллю, что если британцы не будут активно воевать, то золотой запас, который британцы перевезли в Соединенные Штаты, он останется там навсегда. И британцы вынуждены были воевать. Но обратите внимание, 2-й фронт был открыт в 1944 году. И, по сути дела, все вышло, как говорил Черчилль. Сейчас я об этом скажу несколько слов. Значит, 18 июня начинается переброска войск. Сталин тут же отдает приказ Тимошенко, наркому обороны, привезти в боевое состояние самолеты в Западном военном округе Советского Союза. В течение 2-3 дней. Тимошенко на следующий день дает телеграмму в Западный военном округе привезти самолеты в боевую готовность 4 к 4-5 июля. То есть, вот эта плохая организация, она и привела к тому, что самолеты попали под бомбардировку. Что делают? Но британцы верны себе. И здесь нужно сказать, они молодцы. Они очень здорово умеют отставить свои национальные интересы. Как только они договорились с Гитлером, Крипс сказал послу СССР в Великобритании Майскому, что через 4 дня, через 22 июня, Гитлер нападет на Советский Союз. То есть, они алиби себе сделали. И еще более важная вещь вот что. В июне, на 20 июня, британцы запланировали бомбардировку нефтяных промыслов Баку и Грозного. И они ее отменили. Правильно? Сталин должен иметь бензин, чтобы воевать с Гитлером. Зачем же мы будем лишать бензина? Ведь главное, чтобы они воевали долго. И вот интересно, когда началась война, Черчилль сказал Майскому, что Британия откроет Второй фронт через 3 года. Так оно и вышло. Они тянули 3 года, чтобы открыть Второй фронт. Очень часто говорят о том, что летом 41 года Красная Армия терпела страшные поражения. Действительно, несколько миллионов попало в плен. Это правда. Но дело в том, что у Гитлера, то, что Красная Армия продержалась 2 месяца, по сути дела, уже в сентябре 41 года было ясно, что Гитлеру войну не выиграть. Он может играть только на ничью. И некоторые немецкие генералы в сентябре говорили, война проиграна. То, что немцы продержались до 45 года в войне, имея против себя весь практически мир, крупнейшую страну экономического потенциала. Кто знает, сколько, какую часть мирового продукта Соединенные Штаты в 44 году давали? Больше, чем все в сумме. 50%. 50%. И русская армия, русское пространство. То есть здесь выстоять было нельзя. Да, еще один момент я упустил. Есть такой перебежчик, Резун, который пишет под фамилией Суворов, и который говорит, что Сталин готовил нападение на Третий Рейх, и Гитлер его упредил буквально двумя днями. Это часто, кстати, на Западе, так сказать, разыгрывается вещь. Но этот аргумент отбивается очень легко. Я в таких случаях, я недавно проехал по Англии с лекцией, вы когда мне задали этот вопрос, его часто задают, я спросил у задавшего мне вопрос, знает ли он соотношение военно-промышленных потенциалов крупнейших держав на 39-40 год. Как вы думаете, у кого в 39-40 году был самый мощный военно-промышленный потенциал, если мы возьмем весь мир за 100%? Кто был самым сильным в военно-промышленном отношении? Соединенные Штаты Америки – 42%. Дальше идет Третий Рейх – 14,4%. Дальше Советский Союз – 14%. Дальше Британская империя – 10,2%. Ну, дальше там Франция, Италия. Теперь представьте, Сталин нападает на Гитлера. И тогда против него оказываются Соединенные Штаты, Германия, ясно, что без Великобритании с Францией, и Япония с Турцией. То есть Советский Союз с его 14% оказывается против примерно 80% мирового военно-промышленного потенциала. Войну выиграть невозможно. Сталин не был идиотом. То есть версия резуна – это абсолютная ложь. И вот когда я буду говорить, что Сталин готовил нападение, задайте этот вопрос. Военно-промышленные потенциалы. Если вам не смогут назвать военно-промышленные потенциалы, то можно вежливо сказать, чтобы люди пошли погуляли. Нужно знать. Я в таких случаях своим американским студентам говорю «go and learn facts». Идите, ребята, учите факты. Возвращая к 1941 году, то, что Красная Армия выдержала два месяца, то, что она нанесла немцам несколько серьезных поражений, по сути дела, спасло и Советский Союз, и спасло Запад. И у Гитлера при его военном потенциале шанс на победу был только в случае Блицкрига. И Гитлер смог бы нанести поражение Советскому Союзу в двух случаях. То есть при двух условиях. Первое. Вся Красная Армия должна была быть сконцентрирована на границе, и у Советской Армии один должен был быть оборонительный эшелон. Именно в этом Гитлера убедил начальник военной разведки Абвера Канарис, который работал на англичан. Ему нужно было втянуть Гитлера в войну. И он Гитлеру объяснил, что вся Красная Армия на границе, мы ее с одного удара, и у русских только один эшелон. Потом сказал, ну извините, мы ошиблись, такое бывает. И Гитлер в сентябре сказал, что если бы он знал, что Красная Армия не вся сосредоточена на границе, и что у русских три оборонительных эшелона, он никогда бы не начал войну. Но война была уже начата. Очень интересная вещь. Как вы думаете, когда и мы, и англо-американцы начали уже размышлять о послевоенном устройстве мира? То есть так, как будто уже победа решена. Сентябрь 1941 года. Атлантическая хартия в Ньюфаундленде. Черчилль и Рузвельт подписали Атлантическую хартию. Причем, смотрите, Черчилль пересек Атлантику. Как вы думаете, почему он не побоялся переплыть Атлантику? Ведь немецкие подводные лодки до 1943 года терроризировали британский флот со страшной силой. Как вы думаете, как Черчилль решил эту проблему? В трюме корабля, в котором плыл Черчилль, было 3,5 тысячи немецких военнопленных. И до немцев это довели. То есть смысл был такой, вы пустите к одну корабль, и 3,5 тысячи пленных погибнет. В начале 1942 года в Советском Союзе была создана комиссия под руководством Молотова, которая должна была определить, как будет выглядеть мир после победы. То есть было ясно совершенно, что Гитлер не сможет победить. Другое дело, что немцы с 1943 года начали создавать Четвертый Рейх. И Борман, когда мне говорят, там все они покончили самоубийством, во-первых, по психотипу они не были самоубийцами, а во-вторых, смотрите, что сделал Борман с 1943 по 1945 год. С 1943 по 1945 год было создано 700 транснациональных компаний. 238 в Швеции, 234 в Швейцарии и в других странах. Люди, которые создают транснациональные компании на послевоенный период, это не те люди, которые собираются самоубийством заканчивать. Кроме того, была сделана еще одна вещь. С 1944 года в Германии провернули такую штуку. Ну, например, есть такой в нацистской партии, какой-то средний чиновник живет в Гамбурге. Его документы изымаются, ему дают, кладутся другие документы, и там написано, что этот человек говорил плохо о Гитлере, выражал сомнения в победе. Некоторых даже на два месяца сажали в концлагерь. Потом человек выходил, его перебрасывали, допустим, из Гамбурга в Лейпциг. И таких людей было 9 тысяч. Пришли американцы, смотрят, человек был в лагере, ну, два месяца, немного, но человек выступал против Рейха, и этих всех людей посадили в администрацию. 9 тысяч. Это заранее заготовленные были люди. То есть, вот немцы с 43-го года начали готовиться к созданию 4-го рейха, к борьбе в послевоенный период. И это отдельная тема, и очень интересная, которая выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. Несколько моментов, очень важных для нас. Это цена победы, причины победы и уроки. Вы знаете, когда говорят, а вот какой ценой далась победа, если это была борьба за выживание, то единственная цена – это выживание. Мы выстояли. Теперь, что касается, так сказать, наших потерь, я уже говорил о соотношении потерь. Когда говорят, вот сколько мирного населения было уничтожено во время войны, так уничтожали немцы. Это была сознательная кампания. Это был процесс, который… Это был сознательный совершенно процесс. Причина победы. У нас, особенно в позднеперестроечное время, в 90-е годы, заговорили о том, что победила не система, победил народ вопреки Сталину, вопреки системе. Это полный чушь и полный бред. Народ вне системы – это толпа. Побеждают в войнах системы. Смотрите, какая разница между Первой мировой войной и Второй? В 1915 году был выбит офицерский корпус русской армии. После этого рухнула армия и рухнуло самодержавие. 41-й год. Выбит офицерский корпус летом 41-го года. Армия не рухнула. И система не рухнула. Что произошло? Осенью 41-го года в армию пришли молодые мужики, которые выросли в 30-е годы. Это были советские люди. В социологии есть такое понятие – модальный тип личности. И если этого модального типа личности есть 7-8%, то общество вытягивает все остальное. То есть советское общество, в отличие от поздней самодержавной России, было здоровым. И это общество победило. Нравится кому-то или нет, но в войне победила сталинская система. Советская система сталинского образца. Она оказалась сильнее гитлеровской. То есть русский народ, организованный в советскую, сталинскую, социалистическую систему, оказался сильнее немецкого народа, организованную в национал-социалистическую систему. Кстати, когда говорят, что вот эти две системы были с похожими идеологами, кто-то из вас может опровергнуть этот тезис, что идеологии были похожи, тоталитарные. Что мы можем возразить, когда нам вот такой лабудень будут вешать на уши? Было отличие принципиальной идеологии советской и нацистской? Естественно, да. Так. В чем? Вопрос. Наверное, то, что, если говорить о немцах, то они хотели свою какую-то расу, у них была расовая. То есть это расовый принцип. И самое главное, значит, неравенство. Советская идеология исходила из идеи равенства. И в этом плане советская идеология была наследницей просвещения, так же, как и либерализм. А вот нацистская идеология, это была идеология, направленная против геокультуры просвещения. Это такой партикуляризм, а не универсализм. Вообще, это немецкая традиция. Смотрите, в немецкой традиции было три бунта против универсализма. Сначала Мартин Лютер с национальной идеологией протестантизма против универсализма, католицизма. Потом немецкие романтики 30-х годов 19 века против Наполеона и просвещения. И в этом плане Адольф Алоизович, он вырос на очень такой, так сказать, четкой немецкой почве. Так вот, идеологии были принципиально различны. И системы были принципиально различны. В одном случае капитализм, потому что Третий Рейх был капиталистическим государством. А в другой случае антикапитализм, где нет эксплуатации, где нет частной собственности и так далее. Это то, что я хотел сказать и последнее в качестве эпилога. Мне приходилось слышать в последнее время, когда говорят, логика такая, война-трагедия, да, трагедия. Значит, нет ни победителей, ни побежденных. Мне это напоминает диалог Лисы Алисы и Кота Базилио. Пять на два не делится? Не, не делится. Ну тогда тебе один, а мне четыре золотых. В войнах не бывает так, чтобы не было победителей и побежденных. Я точно знаю, кто был победителем в этой войне. В этой войне победил советский народ. В этой войне, например, победил мой отец, который расписался на Рейхстаге. И когда мне говорят, что нет победителей и побежденных, я физически чувствую, как у меня хотят украсть победу. И я никогда это не позволю сделать, потому что, и не только потому, что я российский гражданин, не только потому, что я советский офицер, а потому что нельзя отдавать победу, которую твои предки добыли в тяжелой кровавой борьбе. И нужно всегда помнить, вот эту вещь нужно всегда помнить. Знаете, есть такая вещь, моральное превосходство и нравственное превосходство. Вот когда немцы перли в 41-м году, у них было моральное превосходство. Но нравственное превосходство все равно было у нас. И оно отлилось, в конце концов, в моральное превосходство. Вот когда нам начинают вешать лапшу на уши, что там вы не победители, что и режимы, нужно помнить, что нравственная позиция все равно за нами. Ну и за нравственную позицию нужно стоять насмерть совершенно. И как бы такими бы ущищенными приемами не пользовался противник или партнер, который, да, заклятый друг, нужно, так сказать, спокойно отбивать. Как у Усоцкого поется в песне, если тема вдруг возникнет, сразу снять. Бить не надо, а спокойно объяснять. Причем, пользуясь их же исследованиями, на английском, французском, немецком языках написано столько. Вот я практически построил вот свою лекцию сейчас. Вот каждый пункт я могу отозлать к английской, французской и американской работе. То есть, ступай, отравленная сталь по назначению, нужно уметь работать на языке оппонента. Собственно, вот у меня все. Если есть вопросы, я готов на них ответить.